Привет ребята, недавно мы присматривали одно место для будущей съемки и в стихийной свалке мусора обнаружили ежика, который застрял в пластиковой банке. Но сколько бы мы не пытались вытащить ежика из ловушки, все было тщетно. Я сильно тянул, но при этом в меру, чтобы не повредить беднягу, а то он буквально как резиновый. По всей видимости иголками где-то внутри зацепился, вот и не поддается. Надеяться, что еж уже сто раз так делал, поэтому выберется сам мы не стали. Было решено отнести ежика в ангар, благо нам тут идти всего метров триста. По пути даже пару раз казалось, что он уже перестал дышать. С другой стороны, учитывая, что ежи ночные зверьки, скорее всего он сидит головой в банке уже достаточно давно, ведь обнаружили мы его около десяти утра. Пока идем, небольшой анонс. В честь свершившегося события 3 миллиона подписчиков на канале Live Today мы устроим грандиозную раздачу призов. Подробности в конце видео. И вот мы в ангаре. Над застрявшим ежом уже начали роиться назойливые мухи, но не дождетесь, ежик будет жить еще долго, насколько вообще длинной может быть жизнь данного животного. Зачем-то в ангаре еж принялся пытаться еще дальше забраться в ловушку. Видимо кислорода в банке все меньше и он пытается отыскать его источник. Так что было решено срезать дно, чтобы у колючки появился доступ к свежему воздуху. Несколько движений ножом и все готово. Теперь можно рассмотреть не только заднюю часть ежа, но и его симпатичную мордаху. Правда на вид он какой-то совсем измученный, но это и не удивительно, кому понравится в банке сидеть. Правда состояние ежика не делает его менее милым и скоро он точно поправится. А теперь срезаем по периметру пластиковые стенки, чтобы было проще оценить ситуацию с тем, насколько далеко он туда забрался. А еще это откроет доступ к горлышку, которое по всей видимости тоже придется срезать. Еж как будто вообще не проявлял интересы к происходящему, как запрограммированный на отсутствие эмоций. Задумывались ли вы, какую долю диджитал занимает в нашей жизни? Знаменитый фильм Терминатор пугал нас восстанием машины, теперь мы сами заботливо кормим машины своими персональными данными, лайкаем посты и пишем комменты. Алиса и Сири внимательно прислушиваются к тому, что мы говорим, чтобы включить или найти что-то по нашему запросу. Весь этот интеллект в них вложили спецы, работающие с данными и искусственным интеллектом. Другие спецы запрограммировали их поведение и собрали оболочку, которую мы видим на наших экранах. Хотите присоединиться к ним? Онлайн-школа Skill Factory подготовила бесплатный тест, чтобы определить, какое направление в IT именно ваше. Если вас терзают вопросы, как войти в IT и определиться с профессией, через сколько я начну зарабатывать и насколько это востребовано, где найти время на учебу и не бросить, получится ли у меня, если я гуманитарий, мне уже 30-35-40 ждут ли меня в IT? Пригодится ли мой опыт или надо будет стартовать с нуля? Прямо сейчас регистрируйтесь и проходите тест, это бесплатно и займет ровно 5 минут. И самое главное, обязательно приходите 17 августа на центральное событие онлайн-квест «Карта IT-профессий». Если вы ждали шанс изменить жизнь, то это он. Ссылочка в описании. Под конец процедуры обрезания пластика его сильно начало трясти, это неудивительно испытать такой стресс. Теперь уже наглядно видно, что колючий умудрился забраться в сосуд более чем наполовину. Страшно представить, что было бы, если бы он туда забрался полностью. А почему же он в итоге застрял? Все дело в том, что форма и расположение иголок у ежика устроены особым образом. Когда он залезает в нору, иглы складываются, а когда выбирается, распрямляется. Природа этим озаботилась для того, чтобы ежика, наверное, не смогли вынуть из норы. Но в этой ситуации устройство иголок и создало капкан. Зато теперь кажется, что горлышко можно даже не срезать, а просто нужно помочь ежику пролезть еще немного вперед. И действительно, достаточно было его слегка подтолкнуть, как он сам выбрался. Наконец-то колючка на свободе и можно его подробно рассмотреть. Ежик, к слову, еще совсем маленький. Малыш размером буквально с ладошку. Когда я поднес к нему руку, он с интересом принялся ее обнюхивать. Сначала лизнул, а затем внезапно укусил. Надо сказать, ощущение это довольно болезненное. Все же ежи лишь с виду милые и безобидные. Вот же маленький засранец, эта рука его только что от банки освободила, он кусается. Вдобавок еще щетинит иголки и злобно шипит. И морду где-то успел испачкать, наверное, тем, что было в банке. Зато мы теперь знаем, что ежик небольших размеров способен залезть в отверстие такого диаметра. Кстати, в 2002 году из-за макфлуре таким же образом погибли десятки ежей. Нравится им по банкам лазить. Поскольку колючий малыш больше не в ловушке, он принялся осматриваться и изучать окружающую обстановку. Это и не удивительно, ведь новую территорию нужно тщательно рассмотреть, обнюхать. Теперь он точно похож на обычного любопытного ежа, стоило лишь освободиться. С другой стороны, именно из-за любопытства ежик и оказался в такой ситуации. Из соображений гостеприимства мы предложили ежику воду, но он отказался от нее, понюхал, а пить не стал. Затем еще и демонстративно прошелся по чашке. Видимо, жажды он не испытывает. А вот еда это уже совсем другое дело. Когда мы предложили колючке личинку за Фобоса, он не просто не стал отказываться, а тут же набросился на нее, как настоящий хищник. Сживал в считанные секунды. Сразу видно, что еж успел проголодаться. Сколько бы мы ему не предлагали личинок, он все ел и ел, при этом смешно причавкивая. Мы не в курсе, как у них там с перееданием, поэтому пока что решили ограничиться всего 10 личинками. После окончания трапезы ежик как будто стал еще активнее. Осмелел настолько, что принялся носиться по всему столу. Наверное, не все успел обсмотреть. Теперь это уже похоже на нормальное поведение молодого зверька, которому всегда все интересно. Мы вычитали, что средний вес взрослого ежа составляет 700-800 грамм. Интересно, насколько помасить тело потянет наш ежик? Когда удалось осадить его на весы, выяснилось, что вес малыша 274 грамма. Из найденной таблицы можно сделать вывод о том, что возраст ежика находится в пределах 3-4 месяцев. Выходит он действительно по ежинным меркам, еще совсем ребенок. Может он и маленький, но уже ведет себя как свирепый зверь. Бросается на меня и злобно шипит. А ведь нам предстоит еще кое-что сделать. Но сперва придется надеть краги, ибо уж очень он колючий. Будем из его тела извлекать клеща. Клещ устроился возле лапы, поэтому при попытке его вытянуть, еж мешал, пытаясь свернуться в клубок. Но нам удалось его зафиксировать и достать паразита. Довольно большой вредитель на нем пригрелся. Итого избавили ежика от еще одной проблемы. Кстати, пока удаляли клеща, выпало несколько иголок. Их размер оказывается совсем маленький, около сантиметра. Но не стоит думать, что игольчатый покров теперь станет менее целостным. Во-первых, иголки на протяжении всей жизни ежика меняются и обновляются. Так что вместо старых скоро вырастут новые. А во-вторых, у этого юного ежика сейчас около трех тысяч иголок. А уже к году жизни будет около десяти тысяч. В общем, переживать тут решительно не о чем. Выпускать ежика обратно в природу мы будем вечером. Все-таки это ночные животные, а пока что нужно его еще покупать. А то он весь измазался в какой-то глине, да и мордочка не самая чистая. Ну и самое главное, в ходе купания мы хотим кое-что проверить. Попадались нам на ютубе такие вот кадры с купанием ежа. Поэтому решили проверить это на практике. Все же подобное умение держаться на воде, по идее, должно быть у всех представителей вида. Но что-то пошло не по плану и колючка тут же перевернулся на животик и принялся плыть. Да еще и довольно резво. Зато теперь мы знаем, что ежики на уровне базовых инстинктов умеют неплохо так плавать. Вынули из воды, а он все не может остановиться и продолжает плыть всеми лапками. Какой же он все-таки забавный. А человеческое свинство и умение замусоривать любое пространство чуть не погубило этого красавчика. После купания ежик еще некоторое время находился в шоке. Кстати грязи на еже действительно было немало. Это можно оценить по количеству мусора, который скопился на дне таза. Чтобы колючий малыш не держал на нас зла за купание, мы решили еще раз его покормить. Надо сказать, на аппетит ежика водные процедуры никак не повлияли и он продолжил трескать личинок за фобоса, как ни в чем не бывало. В итоге за час он суммарно съел 15 личинок. И видимо этого ему хватило, чтобы наесться, ведь от 16 он уже отказался. Поел, покупался, потом еще раз поел, теперь можно и поспать. Тем более, что еж ночное животное, а в дневное время он обычно спит. Вот и сейчас вернулся к калачикам и не реагирует ни на что вокруг. Что забавно, уснул на руках, а когда переложили на стол, даже не проснулся. Ну что ж, до вечера времени еще много, так что пускай отсыпается. А затем пойдем выпускать его на то же место, где и нашли. Но перед этим еще нужно кое-что сделать. Как вы уже видели ранее место, где мы обнаружили ежа, сплошная куча мусора. Собственно, если бы не это, он бы и не оказался в жуткой пластиковой ловушке. Как бы то ни было, в такое грязное место очень не хочется выпускать зверька. Так что перед тем, как отправить его назад в природную среду обитания, мы решили ликвидировать эту стихийную свалку. Конечно, людей, свиней, которые гадят там, где отдыхают, очень много и за всеми точно не уберешь. Но на самом деле, это не так и сложно не пройти мимо. Каждый из вас может сделать планету немного чище. И даже если сейчас вы не увидите результат своих действий, выбирая мусор, то знаете, этот маленький шаг на самом деле в будущем может спасти жизнь маленького ежика. За всеми этими делами мы не заметили, как наступил вечер. Ежик выспался, место убрано, можно его выпускать. Колючий на прощание немного покрутился перед камерой, а затем отправился в заросли густой травы. Такая вот маленькая история маленького ежика. Ежику помогли, слава богу, но у нас есть еще одно крайне радостное событие. 3 миллиона подписчиков на канале Live Today. И в честь этой красивой цифры мы решили сделать подарок вам, подписчикам. А точнее раздать 30 призов из числа мерча, 10 кружек, 10 футболок, 10 худи, как на мне, и 3 денежных приза по 10 тысяч рублей. Ну и себе мы также решили сделать подарок в виде запуска нового ютуб-канала. Итого на кону 33 победителя. Условия предельно просты. Подписаться на наш новый ютуб-канал 3D. Ссылочка в описании. И написать любой комментарий под первым видео. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok